Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы постим аналитический контент, конкретные торговые рекомендации, общие заметки по рынку. Если, друзья, вы только лишь начинаете осваивать финансовый рынок, этот контент точно будет вам полезен, потому что поможет, в принципе, понять, что и как, адаптироваться к рынку и может стать мотивацией для проведения первой сделки. Я, со своей стороны, буду снабжать вас и дальше, как и всегда, информацией, которая также поможет вам лучше ориентироваться в возможностях, которые на этом рынке есть. Ну что ж, сегодня у нас в центре внимания одно очень важное событие. Может быть даже, я думаю, что это не будет ошибкой, учитывая то, что протоколы заседания американского регулятора – это общее, известное, мощное, фундаментальное событие. Не будет ошибкой, если мы скажем, что это, пожалуй, главное событие этой недели. В 21.00 по московскому времени они будут опубликованы. Соответственно, это дорожная карта итогов заседания, которое прошло в прошлом месяце. И протоколы дают больше информации, больше вводных, больше указаний, сигналов, больше конкретики о том, что думают руководители американского регулятора относительно текущего вектора монетарной политики. И что они думают относительно тех изменений, которые будут уместны в этой монетарной политике. Так же, как и все трейдеры-инвесторы, мы сегодня, друзья, будем следить за этими самыми протоколами, потому что мы следим за курсом американского доллара. Индекс американской валюты сейчас котируется на отметке 99.55. И стоит отметить, что мы очень классно проводим эту неделю. Фактически сделано много уже целей, тренды развиваются в том формате, в котором мы прогнозировали. Мы, друзья, на этом зарабатываем. Я надеюсь, что вы прислушались к моим прошлым рекомендациям и оказались в правильных, нужных и верных сделках. Индекс доллара не путайтесь с котировками пары доллар-рубль. В комментариях вижу, что есть какой-то диссонанс. Для того, чтобы этого диссонанс не было, друзья, я специально для вас в понедельник записал ролик о перспективах рубля. Кто еще с ним не познакомился, найдите в общей ветке постов на нашем YouTube-канале эфира понедельника. И, собственно, кому интересно, сможете услышать, в том числе, мою точку зрения относительно того, что с рублем сейчас происходит и что с ним может произойти дальше. Возвращаемся к индексу американского доллара 99,55. Индекс валюты опирается на очень хороший фундаментальный фон. Начиная от АСМ производственного сектора, потом данных по рынку труда, пятничных данных, нон-фарм-перлес и вот вчерашний отчет АСМ в сфере услуг. В общем, все столпы, скажем, американской экономики остаются довольно прочными основаниями, поддерживающими восстановление США. В плане экономики. И текущая индикация вот этих отчетов указывает на то, что у американского регулятора есть все на руках для того, чтобы взять и продолжить двигаться по пути более агрессивного повышения процентной ставки. Также вчера состоялось несколько выступлений от представителей американского регулятора Лайль Брейнард, Дели, Эстер Джорджи. Все они, друзья, поддерживают рост ставки на ближайшем заседании американского регулятора сразу на 50 базисных пунктов. И каждая из них высказывается за необходимость начала сокращения баланса американского регулятора, которая известна как программа количественного ужесточения, что в целом равносильно. Например, если вы помните, в случае срезания баланса на 3 триллиона, это то же самое, что еще два повышения процентной ставки на 0,25 процента. То есть политика все жестче, политика будет предполагать более высокие темпы роста процентных ставок. И сейчас у нас нет причин говорить о том, что что-то может пойти не так, и из-за чего-то доллар, индекс американской валюты может скорректироваться с текущих значений. Главный локомотив всего вот этого, это доходности американских трежерис, которые обновляют, друзья, так же, как и доллар, многолетние максимумы. Десятилетки сейчас котируются на отметке 2,61 процента. И на таком ралли доходности американских трежерис доллару суждено фактически оказаться выше 100 пунктов. Вот как раз это наша с вами цель. И при таких темпах роста, как сейчас, и на фоне протоколов, которые выйдут сегодня в 21.00 по московскому времени, я попробую замахнуться, друзья, на то, что мы сделаем этот уровень уже до конца текущей торговой сессии. Доллар иена 123.80, тоже блестящая сделка, которую мы провели, купили со 122,5. Я думаю, что рост продолжится, поэтому рекомендую держать как минимум до планки 125 иен за 1 доллар. Золото 1922 доллар за тройскую унцию. Прекрасно понимаю, что на таком ралли доходности трежерис золоту будет очень трудно восстановить свои позиции. Но в то же время для меня есть еще одна база, которая является решающей в принятии решений. Это база факторов, связанных с геополитикой и ростом инфляции. Я об этом ранее говорил, повторяться не буду, поэтому я пока что склонен все-таки ожидать золота выше текущих значений. Австралийцы против доллара 0.7573, друзья. Мы с вами ориентировались на цель по этому дуэту активов на уровне 0.76. Эту цель мы вчера сделали. Максимум был 0.7659. Даже с учетом текущего отката, я думаю, что рост валютной пары продолжится, потому что вчера этот рост опирался на риторику Резервного банка Австралии, который, как и ожидалось, сохранил ставку на прежнем уровне 0.1%, однако просигнализировал о том, чтобы внимательно изучать ситуацию на рынке труда и инфляцию, которые и определят дальнейший вектор австралийской монетарной политики. Участники рынка все активнее сейчас закладывают в курс возможность повышения процентной ставки на одном из ближайших заседаний. И есть даже предположения, я, правда, их не совсем разделяю, что Резервный банк Австралии также может предпринять шаг по агрессивному росту процентной ставки. Думаю, что сначала такое агрессивное повышение ставок мы увидим в рамках американского регулятора, а потом уже, может быть, и со стороны Резервного банка Австралии. У австралийского регулятора есть хорошая база, которая оправдывает повышение процентной ставки. Это уже прогресс на рынке труда. Причем не просто хорошие показатели за несколько месяцев, а исторические показатели по числу вакансий, по уровню безработицы. С уровня безработицы 4%, это еще 0,2%, и мы увидим минимальное значение с 1970 года. Ну, согласитесь, такой исторический прецедент позволяет говорить о реальном прогрессе. Потом, относительно того, как на решение Резервного банка Австралии повлияет отчет по инфляции. Конечно же, индекс потребительских цен в Австралии тоже продолжит расти, потому что это нормально сейчас для любой экономики из-за скачка цен на сырьевые товары. Отчет по инфляции в Австралии выйдет, друзья, в конце этого месяца. Но заранее могу сказать, что этот релиз также поддержит жесткий вектор Резервного банка Австралии и поможет паре закрепиться выше текущих уровней. Я предлагаю ориентироваться на цель 0,77. Доллар-канадец. Ждем пятничный отчет по рынку труда. Цели 1,24. Американский фондовый рынок. 4,516 пунктов. Мы в сделке и ждем цель на уровне 4,400. Чем жестче будет монетарная политика американского регулятора, тем меньше основания для роста американского фондового рынка. Если я отметил, что сегодня по факту протоколов мы ждем как раз усиления этой риторики и роста доллара. Соответственно, логичнее ожидать, что индекс S&P будет развивать коррекционную динамику. И что касается нефти, 106.82 по-прежнему смотрю вверх, друзья. Фактор раскупорки стратегических запасов не оказал какого-то долгоиграющего влияния на котировки Brent и WTI, потому что рынок снова сфокусирован на глобальном энергетическом кризисе. И по-прежнему высокой вероятности того, что страны ЕС начнут отказываться от поставок энергетических сырьевых активов из России. Это еще больше усилий. Это дефицит предложения, который и без того сейчас превышает 3 миллиона баррелей в сутки. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Ждем протоколы и ждем еще больше роста индекса американской валюты. Всем пока.